На этой ферме сейчас выращивают более 500 свиней. Уже три месяца предприятие работает в закрытом режиме. Неделю назад, после предписания ветеринарной службы, режим усилили. Теперь на территорию предприятия могут попасть только его сотрудники. Для посторонних ворота закрыты. Управляющая свинофермой Любовь Козлова говорит, здесь уже давно перешли на особый режим. Сначала свиной гриб, теперь африканская чума. Как только стало известно, что вирус обнаружен в России, в получасе езды Донецкой области, санрежим в этом хозяйстве стал еще строже. Вся одежда работников регулярно дезинфицируется. Помещения, где находятся свиньи, тщательно моются и обрабатываются специальными растворами. У нас на входах, на выходах коврики с каусникой, с опилок. Обрабатываем дезинфекцию везде, и в станках, и проходы, и везде. Белем известью, известью посыпаем, хлоркой. Пока случаев африканской чумы в Донбассе не было, говорят ветеринары. Но инфекция распространяется очень быстро, поэтому ее в регионе ожидают в любой момент. Передается вирус воздушно-капельным путем. Корма, вода, одежда, грызуны или комары – это все переносчики инфекции. Вакцины от африканской чумы пока еще нет, и вылечить ее невозможно. Если на фермах, чтобы предотвратить эпидемию, введены карантинные мероприятия, то в частных подворьях проконтролировать уход за животными невозможно. То же самое нужно быть очень аккуратным с приобретением кормов. Если кто-то кормит сегодня отходами от стола, ну это часто в своем, понятно, все продукты пищевые должны подвергаться обязательно пищевой обработке. То есть термическое, все это должно прокипятиться, и только потом остынет, и удавать своим животным. Для человека вирус не опасен. Заразиться африканской чумой невозможно даже съев мясо инфицированного животного. Тем не менее, сейчас ввоз свинины из России запрещен, а на рынках области ужесточен контроль. Усилен ветеринарно-санитарный контроль и надзор на рынках за ввозимым сырьем, продуктами животного происхождения. В первую очередь специалистами государственной ветеринарной лаборатории проверяется входящая документация. Потом производится ветеринарно-санитарная экспертиза данной продукции. Продавцы говорят, слухи об африканской чуме пока никак не отразились на продажах. Хотя люди интересуются, откуда мясо и есть ли все необходимые документы. Люди интересуются. В основном люди спрашивают, импортное это мясо или нет. Ну, конечно, спрашивают. Интересно, что они кушают, что будут дома вечером обедать. Сейчас в Донецкой области выращивают более 450 тысяч свиней. Их разводят 10 крупных ферм и несколько мелких хозяйств. Если хотя бы в одном селе обнаружат вирус африканской чумы, уничтожат всех свиней в радиусе 150 километров. Отрасль понесет огромные убытки. Наталья Некрасова, Владимир Ребриков, Панорама. Продолжение следует...